Добрый день! Мы находимся сейчас в историческом здании Петербургского, российского государственного эрмитажа, на седьмом форуме молодых журналистов, теперь это международный форум, он называется «Диалог конкурентов». Но наш вопрос собеседнику, известному деятелю российского Рунета, основателю многих выдающихся проектов Антону Борисовичу Носику по социальным сетям. Что для вас значат социальные сети? И это благо или золото? Социальные сети — это некоторый инструмент самовыражения, который сочлил для себя полезно десятки миллионов людей в России. И если они нашли для себя им полезно, значит, кто мы, чтобы им указывать? Есть довольно значительные простые люди, которые вынесли в социальные сети всю свою активность по взаимодействию с друзьями, знакомыми, родственниками. Люди, у которых день начинается с ВКонтакте или Фейсбука, там же продолжается и там же заканчивается. Люди, которые начинают чувствовать дискомфорт, если они не прочитали, что за последний час написали в Твиттере те, за кем они в Твиттере стоят. Это просто выброс жизни. И он выбран свободно, он никем не навязывается, никого туда пинками не загоняли, никому не угрожали, что его отчислят из высшего учебного заведения, если он не отдал свой аккаунт в социальной сети, или не будет его достаточно регулярно обновлять. Никому не платят деньги за то, что это там проводят время. Несмотря на все это, больше миллиарда человек в своем мире регулярно пользуются сетью Фейсбук. Десятки миллионов людей в России, молодых людей, уже теперь и людей постарше, пользуются социальной сетью ВКонтакте. Для них это очевидно необходимость. Я нахожу присутствие своих социальных сетей для себя удобным. Есть много способов пользоваться этим для своих нужд, для установления контакта с людьми, для того, чтобы быстро пообщаться и для того, чтобы узнать какие-то новости о людях, за которыми мне интересно по каким-то причинам следить. Я не то, чтобы чувствую необходимость постоянной следы за всем, что происходит в социальных сетях, как источник информации, это для меня следа необязательная. Но как коммуникативная следа, как способ поддерживать следы с большим количеством коллег, друзей и знакомых, это для меня тоже полезная история. Даже если я не могу себя назвать активным пользователем социальных сетей. А скажите, мы обратили внимание, что сегодня во время этих интересных бесед, лекций, вы постоянно литровались от смартфона. Вы транслировали где свои мысли с форума? В Твиттере? Нет, есть такой инструмент, который называется Инстаграм. Это сама по себе социальная сеть, которая позволяет одновременно транслировать все, что там публикуется и в Твиттер, в Фейсбук, в Форсквере, в Фотоквестинг, в Ликкер и в еще пару площадок. Таким образом, мне не очень важно, где они следят за тем, что я пишу публику. Но для меня это все равнозначно, все контент. Я не собираюсь указывать людям, как им удобнее и интереснее следить. Хотят в Фейсбуке, то всегда это Фейсбук. Хотят в Фейсбук, то все это просто читают. Хотят в Фейсбук, то все же просто читают. Это каждый выбирает для себя сам. Информация, она так же самая информация, независимо от того, где она написана, где врачи. Но нас это радует, потому что наша редакция тоже Инстаграм применяет, как площадку для публикации в разных социальных сетях. И еще такой вопрос. Вот вы, когда пишете, в Инстаграме тоже даете фотографии, это задача донести вашим читателям, вашим друзьям информацию? Или это какая-то, как записная книжка, какие-то важные тензисы, доклады, сохранить? Все что угодно. Инстаграм только что-то не текстовое, а графическое в основном среда. Там невозможный холост без картинки. Соответственно, это в основном беззвук. Вот я сегодня, пока добрался до Эрмитажа и внутри Эрмитажа, много всего увидел красиво. Я этим поделился со своими читателями. Они тоже это раздает на красоту. И, в общем, для этого они, собственно, подписаны на мой Инстаграм, на мой Твиттер, на мой Твизбук, чтобы посмотреть картин, чтобы видеть всю эту красоту, которую она дает у меня. Но если при этом происходит что-то общественно значимое, политически значимое, или важное новостное, вот гол забили в финале, да, чемпионата мира на Губке чемпионов, тоже попадает в мой Инстаграм, тоже как новость. То есть это многоцелевое средство распространения. А скажите, вот сейчас такое появилось новое явление, вот в Питере, в других городах, когда вот это виртуальное общение как-то становится натуральным общением. Проявляется твиттер вечеринки. И вот в Ленинграде, в Петербурге появилось такое движение «Твижуха», которое объединяет поклонников твиттера и ЖЖ. И мы несколько раз собирали, даже вплоть до тысячи людей собиралось, было весело и так далее. Это новый этап какой-то уже превращения в натуральное общение? Ну, это началось буквально с первых же дней существования интерактивных средств. Люди в задолго еще до появления ЖЖ, например, была такая социальная сеть, которая до еще изобретения понятия «социальные сети», как интернетского феномена, была автором. Это, значит, большая платформа форумов для автолюбителей. Они устраивали корзовки. Они еще в 96-м году устраивали корзовки. Это люди на машине в определенной марке, собирались в определенный день, в определенном месте, смотрели на машины люди, познакомились, заглядывали под капот, обсуждали проблемы. То есть, а раз виртуализация, как это тогда было принято называть, это естественная потребность, когда ты знаешь человека по переписке. Рано и поздно возникает желание познакомиться. Или не возникает, в зависимости от формата общения. Если, например, твой формат общения, что ты играешь в ручьевую рулевую игру, ну, там тысячи игроков, но совершенно не факт, что за пределами этих играний, может быть, чем тебе интересно. А вот скажите, вот вы все-таки большой специалист и много знаете, но фантастикой никогда не занимались? Вот никто не думал, что появится такое фотообщение, вот как Инстаграм. Все на него хорошо зависли. Да интересно, нам тоже нравится. Куда мы можем уйти дальше? А почему все время думать про дальше? Давайте думать про то, что происходит сейчас. То, что происходит сейчас, имеет какую-то свою безусловную ценность. Если это имеет ценность, то какие у нас основания думают, что это отомлено? Вот воевала Венецианская республика с турками. До этого, несколько тысяч лет, человечество жило без периодической печати. А вот тут, значит, началась война с турками, всем стало интересно, что там происходит на фронтах. Соответственно, начали издавать такой листок, который рассказывал последние новости с фронтов. Стоил он, надо думать, в Венецианскую копейку, который назывался газета. Вот таким образом появилась газета человечественная. Вот как она появилась во времена битвы Прелепанта в 16 веке. С тех пор так и живем, и газеты никуда не деваются. Не надо думать, что социальные сети, которая возникла самая из них пожилая, допустим, Facebook возникла 8 лет назад. Не надо думать, что она так быстро исчезнет, причем-то заменится. Газета не должна исчезнуть за 500 лет, ничего не заменится. Соответственно, и социальные сети, если они не удовлетворяют потребность, которая у людей есть, то пока есть потребность, они и останутся. Пока есть потребность общаться, будем общаться. Социальные сети являются технологией. Будет эта технология, конечно, и мы сами. Конечно, она будет и выгодиться. Конечно, она будет больше привязываться к возможностям скорости передачи данных. То, что сейчас пишут текст, а может когда-нибудь выкладывать в нее видео. Видео не будет. Если в частности решат вопрос со звуками. Потому что если все начнут смотреть свои дисплеи со звуком, то это будет все будут другим мешать. Ну, по решению этой проблемы отчасти является наушникой. Другая проблема, которую наушники не решают, это то, что многие посещают социальные сети в рабочее учебное время. Понимаете, что в рабочее учебное время, естественно, обвязывают текстовые формы, текстовые формы, текстовые графические, не к аудио-визуально. Потому что если люди начнут смотреть видео и слушать аудио в офисе, в процессе работы или налево своем учебном заведении, то, естественно, мне нравится начальство, и будет не делаться преподавательскому составу. Поэтому это уже основной формат обмена на цепи детства. Вот вы, коли упомянулись, о традиционной СМИ, как газету венецианскую, вот на днях был форум журналистов северо-запада России, Сезан, так называемый, и там один из столовцев назывался краудфандинг, правильно назывался, или сборище дилетантов. Краудсорсинг. Краудсорсинг, это когда деньги собирают? Краудсорсинг. И вот руководители крупных холдингов медийных очень плохо отзывались о социальных сетях, о твиттере и так далее. Ну и правильно. Представляете, как понюхи, в 1900 году извозчики отзывались о шоферах автомобилей. Извозчики, у них была профессия освещенная тысячелетиями, которую каждый из них десятилетиями сам практиковал, а тут появились какие-то шоферы, которые садятся за машиной, которые эта машина не изуждала в природе два года. Все они, конечно, желторотые дилетанты. Не помешало автомобилю вытеснить конный транспорт. Тысячелетия не помогли конюхам сохранить престиж своей профессии и помешать распространению навыков автомобильных важных. Это то, что важно понимать. Мы здесь были сто лет, и телеграфные отделения тоже были стоят. Тем не менее, люди не ходят на телеграф, когда они хотят сообщить кому-то что-то быстро. Они пишут смс, они пишут им мэр. Они не ходят на телеграф, не пишут, что руки на камеру телеграмму, не передают ее телеграфистке, что она ее не платит. И не платят по 3 копейки за слоу. Даже если бы это стоило 3 копейки за слоу, то, что у нас пройдет удобно. И понятно, что телеграфисты они корифеи, потому что телеграфы сто лет, а отправители смс, они все делеграфы. Не имеют никакого значения. Люди пользуются тем, чем им удобно. Люди голосуют ногами. И если посмотреть на северо-западный регион, то да, 5 миллионов человек голосуют ногами против бумажных мест или в пользу интернету. Даже бумажные носители которые подключены к интернету растут. И количество времени, которое подключено и проводим в интернете, растет. Люди свои выборы делают. Что об этом выборе думают конем, людей совершенно не имеют. Они нашли что-нибудь машину удобнее. Не нравится, как пахнет конский навоз. Они не будут не любить русских. Меня знаете, что поразило, что вы вот эту фразу говорили против твиттера, социальных сетей, а люди, которые закончили в факультете журналистов с нами, профессиональными журналистами. И там был курс мастерского ленинского учения печати. И там фраза была Владимир Владимировича Ленина, я не помню буквально, но в смысле в том, что на каждого профессионального журналиста должно быть тысяча рабочих-крестьянских корреспондентов и так далее. Так вот, к этой модели-то мы пришли же при новых гаджетах. Правильно же я мысль? Нет. Что? Нет, потому что рабочих-крестьянских корреспондентов подразумевалось, они для этого профессионального журналистов являются, в общем-то, батраками и источниками в пищевой цепочке, чтобы он их ездит. А сейчас они столько инкурентов. Сейчас есть у нас в Твиттере аккаунты, в которых аудитория значительно больше, чем у любого в нашей газеты. Просто мой Твиттер, который я не даю себе труда обновлять, у него уже там 77 тысяч подписчиков. Это больше, чем московский тираж газет коммуникационного журналистов. Это в одном моем Твиттере. Я не говорю про Твиттер Дмитрий Анатольевича Медведева, да, с миллионом. Это конкуренты, это не твои рабкоры, которые тебе присылают каждый день информацию за спасибо. Ты их гладишь по голове и иногда разрешаешь ее фамилию появиться в газете. Это другая модель отношений. Рабкоры не были бы корами, если бы какая-то газета не согласилась бы считать их своим незаводным персоналом. Но эти в Твиттере не нуждаются в том, чтобы Твиттер им разрешил числиться в Твиттере. Они просто сами пришли, завели экономию, дают же отрубиться. Они в этом смысле конкуренты печатных изданий и конкуренты успешны. То есть за рынок внимания они конкурируют и выигрывают. Это неприятно понимать людям, которые десятилетиями выстраивали свой статус. Особенно страшно подумать в регионах. Есть какая-то регионная многотиражка, или какая-то районная газета, которая всю жизнь существовала на государственной дотации, на подачках от местной власти или на деньгах местного рекламодателя и уходит читатель, уходят деньги и уходит ресурс куда-то в интернет, конечно, это обидно. Конечно, не рушится. Конечно, хочется объяснить, почему вот все то, что стало сейчас популярным, это не то, что на самом деле нужно. На самом деле нужно читать газеты. уедут, да, которые будут хвалить того, кто им платит. Собственно, и миграция, считайте, и местные прессы интернета, она тоже связана, очевидно, с тем, что прессы зависимы. Зависимость, значит, предсказуема. Предсказуема, значит, если ты живешь в маленьком городе, ты очень хорошо понимаешь, кто эту газету содержит, на кого она работает, о чем она не напишет в скандале, что она будет замалчивать и кого она будет шармовать. Ты все это знаешь заранее. В отношении любого управляемого СМИ это известно заранее. Газета правда, считается, была влиятельной. Все, что она напишет, было понятно заранее про события в Америке, про события в СССР. И про что она не напишет. Да, наши карманные вот эти вот издания, у меня знали, пишет, что я рассказываю, это не относится, как источник информации. Кого мы сейчас, как мы говорим, у них там несколько прогноз погоды, что в общем их преимущество перед изданием, которое печатается в Москве. Ну да, безусловно, когда ты захочешь наехать из Нарьянмара, то индексы показывают погоду в Нарьянмаре. В этом смысле конкуренция между федеральными СМИ и региональными она закончилась. Ну, Кружа, а вот, скажем, газеты настоящие, интернет-галеты, они же могут обращаться к каким-то фактам, новостям, которые они узнали из Твиттера и... Конечно, какая разница, как они узнали, хоть приснилось им. Главное, чтобы они эти факты проверяют. Ну, значит, тогда все-таки взгляд профессионального журналисту может увеличиваться? Да нет, профессиональные СМИ то СМИ, которое знает, чем отличается СМИ от Муфы. То СМИ, которое знает, как обеспечить достоверность того, что оно пишет. Вот это профессионализм. Но если у тебя есть этот профессионализм, то он проявится и в Твиттере твоем, и в Фейсбуке твоем, и в ЖЖ твоем, и в твоей газете. А если у тебя нет этого профессионализма, то сколько ты бумаги не изведи, все равно людям видишь, что ты свою информацию не проверяешь. Ты пишешь вещи, за которые ты не отвечаешь, которые ты можешь доказать, подтвердить, и которые вообще основным нам не дразумят. Ну, в свое время, скажем, в крупных газетах или мелких газетах были люди, которые мониторили, говоря, по-современному, издания, областные, районные и так далее. Искали, какие-то интересные факты, потом услали корреспондент. Сейчас это делать много проще. Благодаря Твиттеру, благодаря поисковым машинам. Благодаря поисковым машинам сегодня ты можешь оформить подписку на поисковый запрос по любой интересующей тебя теме. Одной, двух, трех тысячах тем. И тебе будет приходить все, все, что в мире написали по этим темам, по этим персонажам, по этим фигурам, по этим отраслям. Сегодня мониторинг многократно упростился благодаря технологии поиска и многократно усложнялся, потому что разросло количество источников. Но вообще, строго говоря, представим себе банальный информационный полк на заднем пожаре. Или, не будем, абстрактный полк, конкретный, взрыв дымонетный. Вот какой-то там шпионов обвязался каким-нибудь дымонетным, взорвался бомбардер. Пульт оперативного дежурного поступает сообщение, агентства, которые, значит, присосались к пульту оперативного дежурного, таких есть несколько, они считывают отборное сообщение, значит, агентство послает корреспондентов, они садятся на Алиэкспресс или в машине встают в пробку и едут в аэропорт бомбардер. И вот пока они не доедут на агентствах, никакой собственной информации не будет. При этом в аэропорт бомбардер среди тех, кто...